Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Экономическая ситуация в Ненецком автономном округе стабильная. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории региона. Порядка 60 тысяч кубометров снега вывезено с территории города за три месяца. Как организована работа коммунальщиков? Наринмар отмечают 87-летие. В честь дня рождения в мэрии прошло торжественное мероприятие. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Экономическая ситуация в Ненецком автономном округе стабильная. Речь об этом шла 11 марта на заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Елизавета Кабанова продолжит тему. В начале совещания о текущей экономической обстановке в регионе рассказала Татьяна Лагвиненко, заметитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента финансов и экономики региона. В целом социально-экономическая ситуация у нас в округе пока стабильна. У нас растут цены в основном на промышленную группу, это автомобили, бытовая техника, что естественно в свете сокращения в целом по стране на 16% импорта. В свете ограничения импортных поставок на сегодня большое внимание нужно уделить мониторингу системообразующих предприятий. Всего в округе 15 системообразующих предприятий. В перечень федеральных входит только одно. Мониторинг по нему проводится каждую неделю, по остальным – каждый месяц. Пока никаких негативных тенденций нет, но тем не менее нужно мониторить регулярно по отказам поставки сырья, комплектующих, запчастей, рисках, неплатежей, чтобы мы могли принимать меры срывов доставки и, допустим, какие-то явления, которые могут повлиять на финансо-экономическую ситуацию предприятия, естественно, на экономику округа. Поэтому, в общем-то, мы всё сейчас на регулярном контроле». Губернатор округа подчеркнул, насколько важны системообразующие предприятия и дал поручение обратить особое внимание на Ринмарскому объединённому авиаотряду. «В федеральный список входит наш авиаотряд, и мы понимаем, что это не просто системообразующие предприятия, а это предприятие, от которого зависит всё в нашем округе. И доставка жителей, и товаров. Поэтому отдельное внимание уделяем авиаотряду, тем более, что вертолёты Ми-8, понятно, нашего российского производства, но, насколько я понимаю, есть, допустим, вспомогательные силовые установки, которые произведены за границей». Ситуация на рынке занятости и уровень безработицы в округе остался таким же, как и две недели назад. «За истекшие две недели коэффициент напряжённости составляет 0,9, уровень безработности – 1,8. На сегодняшний день у нас соискателей 375 человек, вакансии, на которые могут претендовать безработные – 469». В ходе совещания глава региона Юрий Бездудный дал поручение профильному ведомству о продолжении мониторинга. В случае, если начнётся сокращение, реакция должна быть оперативной. Людям должны предлагать рабочие места. 21 новый случай заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших – 16 жителей Наринмара и посёлка Искателей, два жителя Красного, два жителя Тильвиски, 62 человека выздоровело. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 269 человек. Из них стационарное лечение получают 20 человек, амбулаторная – 249. В регионе зарегистрировано 95 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим – постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Врач-педиатр Ненецкой окружной больницы Елена Горелик приняла участие в съезде педиатров России, посвящённой актуальным проблемам педиатрии и 95-летию Союза педиатров России. На нём она представила свою научную работу и получила за неё диплом второй степени. В мероприятии приняли участие ведущие деятели этой области медицины, а также врачи-педиатры из других регионов страны. Съезд педиатров России прошёл в начале марта в Москве. Елена Горелик выступила на нём с докладом-исследованием на тему «Современное детство в руках цифровой эпохи. Исследование в арктическом регионе. Взгляд педиатра». И приняла участие в конкурсе работ молодых учёных. Я решила разобраться в этой теме. Можно давать гаджеты детям, с какого возраста, какой правильный подход должен быть. И начала своё исследование. Работу над исследованием врач-педиатр начала ещё в 2019 году. Научный труд создавался при поддержке кафедры педиатрии Северного государственного медицинского университета Минздрава России. Её доклад был представлен сначала на Конгрессе педиатров, а затем участвовал в конкурсе молодых учёных, по результатам которого Елена заняла второе место. «Диплом получила из рук академика РАН. Это Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова. Те, кто пишут учебники, вручил мне в руки его. Лично даже есть фотография». Елена отмечает, что на съезде каждому педиатру была представлена уникальная возможность послушать лекции. Ведь прямая трансляция велась из всех лекционных залов, оснащённых современной техникой и лёгким доступным интерфейсом для подключения на сайте Конгресса педиатров. Большое впечатление на нашего доктора произвело, что на съезде в симпозиуме психосиматическая патология в мультидисциплинарном ракурсе широко говорилось о необходимости комплексного взгляда на болезнь ребёнка, включая психологические причины и подход к заболеванию через психосоматику. Что-то необходимо для каждого врача, потому что именно там мы узнаём новое, то, что происходит в медицине. Мы общаемся с коллегами из других регионов. У нас есть уникальная возможность очно спросить ведущих научных экспертов Москвы, Санкт-Петербурга по тактике лечения, поделиться различными клиническими случаями. Это очень уникальная возможность. Это стоит внедрять, чтобы каждый год каждый врач мог на какой-то симпозиум, на конференцию, на различные съездить обязательно. Поездка стала возможна благодаря финансовой поддержке молодого учёного Ненецкой окружной больницей. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». С начала года с территории Наринмара вывезено порядка 60 тысяч кубометров снега, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Искусственные снежные горы, образовавшиеся по всему городу после уборки от снега улиц и придомовых территорий коммунальщики стараются вывозить вовремя. Чистый город работает в три смены. Тема уборки снега с городских улиц в Наринмаре с приближением весны стоит особо остро. Это напрямую влияет на состояние дорожной сети и комфорт жителей окружной столицы. Эту тему затронули на еженедельном совещании губернатора округа с представителями власти. И отрабатываем в том числе по взрывчатке на тех участках затора, скажем так, опасных. Если необходимо, будем проводить взрывные работы. Ну, пока и лёд стоит, и снега много, поэтому отрабатываем все эти вопросы, чтобы, когда придёт половодие, мы были готовы ко всему. Чистый город в любую погоду работает в круглосуточном трёхсменном режиме. Первая смена выходит в 6 утра, вторая – с 14 часов дня, а третья – в 10 вечера. Кроме того, ежедневно снег на тротуарах и труднодоступных для проезда техники местах убирается вручную. Скопившиеся горы снега коммунальщики стараются вывозить вовремя. За 10 дней, которые у нас прошли марта, мы уже вывезли 8. То есть, вот настолько, ну, действительно, в два раза увеличение вывоза. Ну, хорошо, что мы купили технику, нормальные большие самосвалы в прошлом году, это тоже стало подспорьем, и обновили парк погрузчиков. Зимой в муниципальном предприятии «Чистый город» выходных нет. Уборка снега в Нагинмаре производится практически непрерывно. Тем не менее, жители окраин жалуются. Снежные горы около их домов лежат по несколько недель. Фёдор Поздеев междворовые проезды у своего дома и соседних в микрорайоне Кармановка убирает сам. Пришлось даже приобрести снегоуборочную технику. Правда, вывозить самому убранный снег не на чем. Это уже неделю куча. Вот как метели пошли, они здесь схолодируют, она так и лежит. Бывает, увозят, а вот сейчас долго не увозят. Обращались? Сейчас нет, бесполезно. А кто больше чистить? Надо и септики откачивать, надо и на машине, у всех машины. А как ездить? Лопатой уже тяжело, годы не те. Пришлось покупить. Не очень, но хоть что-то помогает. А так надежды нет ни на кого, только на себя. Его сосед Сергей Овчинников тоже недоволен работой коммунальщиков. Они работают неплохо, хорошо, и центр города чистят постоянно, все дороги как бы чистятся, постоянно ребята работают. Но вот эти вот, как бы, окраины города, так тут вообще ничего не чистится практически. В диспетчерскую обращался, да, пообещали. Ну вот соседи просили тоже, звонили с той стороны, чтобы почистили. Никакой реакции нет ни у кого. Как пояснили, в чистом городе в первую очередь убирают от снега дороги высшей категории, а потом уже дворы и прилегающие территории. Междуровые проезды идут в самую последнюю очередь. И также в первую очередь защищаются тротуары возле социальных объектов, школы, детские сады, больницы. Как-то так, по приоритетности. После метели мы отрабатываем все заявки, которые поступают в нашу диспетчерскую службу оперативно. Мы стараемся, по крайней мере. Значит, да, снег расчищается, но складируется по микрорайонам, потому что оперативно вывезти это не представляется возможным. Данный снег, да, будет вывозиться, значит, все кучи снега будут вывозиться до весеннего таяния льда. Снега в этом году уже выпало в два раза больше нормы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На городской полигон вывезено больше 60 тысяч кубометров снега. В летний период снег, который на полигоне размещен, также используется в противопожарных целях, а именно производится подсыпка мест потенциально возгораемых. На днях парк коммунальной техники чистого города пополнил новый грейдер, который куплен в декабре прошлого года. Коммунальная машина стала четвертой в автопарке учреждения и уже вышла на линию. Производитель и поставщик грейдера – Челябинская машиностроительная компания. Техника будет задействована на планировке песчаных и грунтовых поверхностей летом, а зимой – в содержании дорог и междворовых проездов, уборке снежного наката. В течение пяти лет коммунальная техника для муниципального предприятия обновляется регулярно. Большинство машин эксплуатируются круглый год, а зимой они работают круглосуточно. Нагрузка на них очень большая, поэтому механизмы быстро изнашиваются. В планах здесь, допустим, для «Чистого города» мы хотим приобрести большой фронтальный погрузчик, больше, чем те, которые у нас сейчас есть, и как раз еще один мини-погрузчик «Ант». Они все российского производства и очень хорошо себя зарекомендовали. Это что касается «Чистого города». На сегодняшний день в автопарке «Чистого города» находится более 40 единиц техники. Это фронтальные погрузчики «Амкадор», самосвалы «КамАЗ», автогрейдеры, машины комбинированные, коммунально-строительные многоцелевые и лососные, трактора, экскаватор, также подметально-уборочная машина, многофункциональная и снегоочиститель. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Город – это его люди. В 2022 году Наринмар отмечают 87-летие. В честь дня рождения в мэрии прошло торжественное мероприятие. Заслуженные горожане получили звание почетных жителей и ветеранов Наринмара. Подробности в следующем сюжете. Церемония вручения почетных званий жителям города начинается с праздничного концерта. Приветственное слово собравшимся и поздравление виновнику торжества – городу Наринмару. История нашего города создавалась людьми, теми, кто родился здесь, кто сюда приехал, трудился и трудится сейчас. Именно благодаря многим поколениям людей наш город сегодня такой, какой он есть. И его не случайно называют как? Жемчужиной Арктики. В торжественной обстановке жителям города вручили знаки отличия, а также присвоили звание ветеран города Наринмара – почетный гражданин города Наринмара. Такое звание в 87-ю годовщину заполярной столицы получила Галина Олейник. Высоким званием ее отметили за долголетний и безупречный труд, личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и активную общественную деятельность. Я вас поздравляю от имени Союза пенсионеров с праздником. Алексей Ильич Печков в одном из своих стихотворений сказал, есть лучшие места в этом мире, не спорю. А мы с вами очень любим песню про Наринмар, милее всех городов, ты Наринмар. В торжественной обстановке жители города поделились своими воспоминаниями о Наринмаре, каким он был раньше и как изменился за такое короткое время. Я вырос, родился здесь, помню Наринмар, это еще двухэтажные дома, несколько домов было. Смейдовичи деревянный тротуар, называйте деревянный тротуар. В Качгарте я вырос и родился в Качгарте, там все такое одноэтажные частные дома были. Елена Хабарова вспоминает Наринмар как город, где живут очень отзывчивые люди и всегда готовые помочь друг другу. Был город маленький, такой уютненький. Самое интересное, что все друг друга знали. Вот идешь по улице и раскладываешься, здравствуйте, здравствуйте, все знакомы. А сейчас, конечно, город с каждым днем, прямо не годом, а днем, все более хорошеет, хорошеет. Очень высотные здания, практически много очень, почти все уже живут в благоустроенных квартирах. Наринмар сравнительно молодой, динамично развивающийся город. Свои 87 лет он имеет славную и достойную историю. И что примечательно, с каждым годом он становится только лучше. Катрина Тайбрея, Владислав Носкин, Телеканал Север. Выбери себе форум. Молодежь Ненецкого округа может принять участие в образовательных семинарах и мероприятиях. Любой житель региона от 18 до 35 лет может зарегистрироваться через сайт «Молодежь России» и выбрать интересный ему форум. В начале апреля планируется выезд делегации в Архангельск на форум «Арктика сделана в России». В общей сложности окружные активисты в 2022 году могут бесплатно принять участие более чем в 50 мероприятиях. Ежегодно в Ненецком автономном округе наша молодежь принимает участие во всероссийских окружных молодежных мероприятиях по всей стране. Это дает новые возможности для развития молодежи. Они получают новые знания, получают, так сказать, себя немного начинают усовершенствовать. При этом могут участвовать и в грантовых конкурсах и получать дополнительные средства на реализацию проектов именно на территории НАО. В прошлом году приняло у нас участие 122 представителя региона. Любой житель округа от 18 до 35 лет может зарегистрироваться через сайт «Молодежь России» на интересный ему форум. Выполнить задание, пройти конкурсный отбор и в случае положительного решения организаторов форума за счет средств окружного бюджета бесплатно принять участие в мероприятии. В соответствии с предоставленной НАО квотой от Росмолодежи. Среди мероприятий, запланированных на этот год, форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида, гражданский образовательный форум «Высшая крыша», конкурс «Премия уличной культуры и спорта Карда» и другие. Подробную информацию о форумной кампании можно получить на официальном сайте Росмолодежи, а также по телефону, который вы видите на своем экране. В Ненецком округе подвели итоги конкурса рисунков и сочинений «Последний бой». Мероприятие было организовано для воспитанников Центра «Наш дом» региональным отделением боевого братства совместно с окружным отделением фракции «Единая Россия». Об итогах конкурса расскажет Катрина Тайбарей. Воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом» выразили свои мысли в сочинениях и рисунках. Работы дети должны были подготовить ко дню защитника Отечества. Это надо поднимать патриотическое воспитание, дух, чтобы ребята знали, что страна наша, она большая, многонациональная. Мы должны гордиться всеми нашими подростками, потому что так же мы, когда и росли, мы всегда брали пример с ребят, кто старше нас. Ребятам нравится принимать участие в различных конкурсах. Как отмечает старший воспитатель Центра содействия семейному устройству «Наш дом» Алла Матафанова, подготовка к подобным мероприятиям объединяет детей. Наши дети, наши воспитанники, они вообще любят участвовать в конкурсе. Они очень часто много рисуют, управляют, но очень выигрывают. Он как бы сочинений поменьше детей написал. В конкурсе «Последний бой» приняли участие 12 ребят. Среди юных художников первое место заняла Анастасия Буслаева, второе – Рудольф Косков, а третье – Сергей Валей. В номинации сочинения победителем стал Георгий Валей. Второе место заняла Мария Лаптандер. Ребята получили заслуженные награды в торжественной обстановке. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин